Несмотря на усиление борьбы с наркоманией, преступления в этой сфере в нашем городе происходят регулярно. Однако говорить о росте случаев незаконного оборота и употребления наркотиков сегодня пока рано. Вспышка преступлений наблюдалась в 2015-м. Тогда на чёрном рынке появилась новая категория синтетических веществ, и под удар попали несовершеннолетние. Сейчас стабилизировалась ситуация, и надо отметить, что радует, что за последние два года не было ни одного официального случая выявлено нахождение в состоянии наркотического пьяни несовершеннолетних. Для того, чтобы в криминальных сводках фигурировало как можно меньше подростков, в городе ведётся комплексная работа по профилактике употребления наркотиков. По официальным данным, сегодня на учёте в ПНД стоит трое несовершеннолетних саровчан. По взрослым цифра, опять же, состоящих на учёте, она, опять же, несколько упала. В прошлом году было по состоянию на 9 месяцев 210 человек, то в этом году у нас 203, то есть снизилось количество лиц состоящих. С развитием интернета и современных технологий появляется всё больше способов сбыта наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов занимаются регулярным мониторингом сети. На данный момент выявлено как минимум 15 сайтов, где организован незаконный оборот запрещённых веществ. Для получения обратной связи от горожан в общественных местах установлены ящики для анонимных обращений. Ящики проверяются и оттуда информация забирается, сведения передаются в ОВД. Они могут использоваться в оперативных работе, поскольку это анонимные сообщения. Ящики для анонимных обращений можно найти на проходных заводах в вестибюлях Первой детской поликлиники на Курчатова, а также в крупных торговых центрах. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.